Здравствуйте, уважаемые зрители канала Культура Достоинства. Здравствуй, Андрей. Здравствуй, Кирилл. Здравствуй, наши зрители. 9 декабря Исполнительный комитет ВАДа лишил России участия во всех крупных соревнованиях на 4 года. Уже на протяжении 5 лет Россия, российский спорт, испытывает дичайшие санкции. Андрей, с чем это связано? С чего это все началось? Безусловно, это все началось с игр в Сочи. Нужно вспомнить 2014 год, когда рейтинг Владимира Путина стал падать, и он решил, что надо как-то его поднимать. Потому что ситуация в экономике была жуткая, как и сейчас, люди стали беднеть. Единая Россия провалилась на всех выборах, ее спасали только массовые фальсификации. И, конечно, президент хотел, чтобы рейтинг доверия к нему был повышен и вернулся на тот уровень, о котором он мечтал. Но как это все сделать? Надо мобилизовать общество. Вокруг каких-нибудь врагов, там нужна победоносная война. И вот Путин выбрал такой путь победа в спорте и победа над Украиной. Захват Крыма. И тогда, чтобы была победа в спорте была обеспечена, я так понимаю, я не знаю, давал Путин указание менять эту мочу или нет. Но чиновники, видимо, чтобы потрафить Путину, чтобы сказать, вот мы победители, просто все призовые места заняли. Ведь если мы вспомним все эти олимпиады, которые проходили до 2014 года, то Россия занимала, дай бог, третье место в командном наборе медалей. И вдруг все призовые места, все просто победили. А потом начались расследования. Оказывается, там была целая схема, как меняли мочу, прямо разработанная чуть ли не Федеральной службой безопасности. Три человека вот во главе с этим Родченко, который сейчас живет в Америке, который эмигрировал и там все это рассказал. А рассказал он там все это по очень простой причине. Потому что двое человек, которые тоже были в курсе всей этой махинации, вдруг погибли. Непонятно почему, непонятно при каких обстоятельствах. Как такое совпадение, что Родченко дурак что ли, что он не понял, что он третий на очереди. И он тоже погибнет. И тут же уехал в США, где получил политическое убежище, где рассказал о всех этих махинациях. И все старания наших чиновников, да, как-то вот это замести следы, не увенчаются успехом. Потому что все тайное становится явным. Всегда. Всегда. Может быть, конечно, мы многого чего не знаем, да, еще о каких-нибудь там преступлениях и махинациях наших чиновников. Но эта ситуация, она уже вскрыта, они знают весь мир. И утаить вот эту фальсификацию уже ни у кого не получится. Да многие уже чиновники и не скрывают этого. Вот была пресс-конференция Дмитрия Медведева, он сказал, да, там есть проблемы, нарушения. То есть он практически признал то, что да, это все было. Андрей, а как же спортсмены? Больше всего же страдают сами спортсмены? О том и речь. И та же Татьяна Тарасова, просто уважаемый, заслуженный тренер наш, сказала, за все это должны ответить наши чиновники. Мы попали не без помощи наших руководителей, которые, например, товарищ Мутко ни разу не попросил извинения. Эти чиновники распоряжались, да, что давать, какие таблетки, какие лекарства. Спортсмены даже не знали, что они там принимают. Просто вот горстями пичкали их, а что это было? Ну, витамины там, поддержание иммунитета и так далее. Они же не знали, что там действительно допинг. И они потом побежали быстрее всех, запрыгали выше всех и так далее. Ну, что здесь можно сказать? Конечно, этот позор, этот позор на руках наших чиновников. И никакого другого решения всемирный антидопинговый комитет не мог принять. Андрей, тем не менее, многие зарубежные спортсмены говорят о том, что ВАДА приняли слишком мягкие меры в отношении России. И нужно принять наиболее жесткие меры в отношении всех российских спортсменов. Ну, куда уж более жесткие. Я не знаю, какие меры нужно принимать. Просто как бы там есть определенные алгоритмы, да, реагирование на такие случаи. Есть определенные процедуры, в которых нужно придерживаться. Конечно, жаждать еще большей крови я бы не стал. Но спортсмены, конечно, которые там чисты, да, которые докажут, что они не принимали допинг, имеют право принимать участие в Олимпиаде без российского флага. Пусть это будут не российские спортсмены, пусть они и сами там участвуют. Но, понимаете, мне их жалко на самом деле. Представляете, человек всю жизнь посвящает спорту. И вдруг вот так и... Конечно, человек должен винить наших чиновников. И я не удивлюсь, что большинство наших спортсменов, которые вот сейчас готовятся к Олимпийским играм и будут готовиться, они просто уедут за рубеж и будут там заниматься профессиональным спортом и получать медали, да, в копилку сборных других стран. Я не удивлюсь. Та же Ирина Роднина, которая сегодня сидит в Государственной Думе, долгие годы работала в Соединенных Штатах Америки и готовила спортсменов. Чужой страны готовила спортсменов. Ну, почему она уехала в другую страну, готовит спортсменов? Уже здесь нет никаких условий. Они вот вместо того, чтобы создавать все необходимые условия для спортсменов, чтобы они сами могли без всякого допинга брать золото, серебро, бронзу, они вместо этого просто вот накачали их лекарствами. Ну, вот и все. Что умеют наши чиновники. И все эти годы они не создали никаких условий для развития спорта в России. Понимаете, они вкладывают деньги только вот в профессиональный спорт. Вот они отобрали, да, каких-нибудь спортсменов, и вот только вот они вот у нас получают там финансирование, там, хорошие гонорары и так далее. А вся остальная Россия осталась без финансирования по спорту. Все это по остаточному принципу. Как было, так и осталось. И потом такие бешеные гонорары, которые платят спортсменам, это тоже вызывает вопрос. Юрий Дудни в своем интервью, за которое был уволен с канала «Спорт», который брал у Мутко, он же спросил у него, откуда у вас вообще такие деньги, зачем вы платите такие огромные гонорары спортсменам? Зачем нам бюджетные футбольные клубы? Не знаю, даже самый бедный клуб Мордовия, это 17 миллионов долларов, и эти деньги уходят на зарплату футболистам, которые играют в футбол очень плохо. Все это видят. А другие спортсмены в регионах сидят вообще, как говорится, святым духом питаются. Мутко толком ничего не мог ответить. Хоть он и сказал, что это внебюджетное средство. А что это за внебюджетное средство? Откуда они? «Газпром», «Роснефть», практически государственные компании. Ну, это собственные государства. Это что, внебюджетное средство? Эти компании дотации получают из государственного бюджета. Какие же это внебюджетное средство? В общем, со спортом у нас беда. Как и по всем другим вопросам в нашей стране. Вы хоть назовите один вопрос, где мы лидерами стали. И вообще вот эти все спортивные соревнования, которые проводятся в нашей стране, им уделяется очень большое внимание. То есть, перед деньги на этих соревнованиях. Но и к тому же никакого выхлопа нет. А у Путина это как бы идея фикс. Побеждать в спорте, чтобы сплачивать нацию, единение и так далее. Не случайно он находит время звонить спортсменам, которые победили. Телеграмму каждому отправлять. Причем ребята, которые побеждают на международных олимпиадах по каким-нибудь предметам, по каким-нибудь наукам узким, он не особо телеграммы рассылает. И про них не особо мы услышим с экранов телевидения. А вот спорт обязательно. Но вообще все эти победы и поражения в спорте, они на самом деле, вот давайте признаем, не так значимы для страны. Самое значимое для страны, это не победы в спорте. Это экономика. Вот когда сильная экономика, достойный уровень жизни граждан страны, вот этим надо гордиться, а не какими-то медалями. Понимаете, это все хорошо, да. Ну, молодец, победил, мы за тебя рады. Но то, что страна находится в таком униженном положении, когда половина населения находится за чертой бедности, вот об этом нужно задуматься Владимиру Путину. А когда все ресурсы вкладываются в победу любой ценой, и в результате это оборачивается позором. Понимаете, по-другому наши чиновники работать не умеют. Хотя бы один, одно хотя бы направление. Выведите, вот просто покажите, вот мы за это можем гордиться. И ничего нет. И чего. И Владимир Владимирович недавно сказал, что за всем решением ВАДА стоит какая-то политическая подоплека, потому что почему именно всех спортсменов хотят лишить этого права участия? Почему не проведут расследование именно в отношении виновных спортсменов? Ты как считаешь? Он прав. За решением ВАДА стоит политическая подоплека. И эту политическую подоплеку создали мы, российские чиновники, своими руками. Потому что была необходимость победы над Крымом, победы в Олимпиаде, вызвать гордость страны и так далее. Вот в чем заключается политическая подоплека. И, безусловно, Олимпийский комитет и ВАДА прекрасно это все понимают, что они идиоты, что они не видят, что ли, это все. Они что с завязанными глазами наблюдают за тем, что происходит? Нет, конечно. Есть расследование, есть результаты, есть все показания. Вы скажите, почему два человека погибли? Может быть, расследовать это смерть для начала? Подумать, вот эти соратники Родченко, подельники его, где они? Почему они в могиле оказались? Вот и весь ответ. Андрей, как ты считаешь, какая вообще развязка нас ждет? Россия может, конечно, подать апелляцию, но что нам она даст? Ну, конечно. А что они еще могут, наши чиновники? Надувать щеки и подавать апелляцию. Ну, они, конечно, вынуждены подать апелляцию, иначе они просто распишутся в том, что да, мы не правы. Подавать апелляцию, конечно, нужно, пусть и следующая инстанция, более высокая, подтвердит правильность решения ВАДА. И ничего хорошего не ждет наших спортсменов. Пока будут такие чиновники в нашей стране, ситуация в спорте не улучшится. Безусловно, может быть, через 4 года нас пустят, если мы сейчас не будем нарушать дисциплину, договариваться с кем-то и так далее. Ведь нас сейчас отстранили даже не за то, что вот это было в 2014 году, нас уже отстраняли за это. Остранились за то, что Россия препятствует опять расследованию свободному. Вот за что. Там кого-то послали договориться. Видимо, человек начал договариваться. А как у нас умеют договариваться? Ну, вот как вот, как умеют чиновники наши договариваться. А европейцы это не приемлют такое. За это сажают в тюрьму. Вот. И это самая мягкая, кстати, мера воздействия на наших чиновников, когда вот приняли такое решение. А так бы, нужно бы, конечно, наших чиновников привлечь к уголовной ответственности. Андрей, ты слышал о том, что Валентина Ивановна Матвиенко предложила провести свои Олимпийские игры, где будут участвовать как раз российские спортсмены и те, кто захочет. Ну, узнать Валентина Ивановна Матвиенко есть всего 70 лет. Я думаю, что у нее получится встать на лыжи или там надеть шапочку, поплыть в бассейне, как многие, кстати, наши политики уже делают. Да, и Владимир Путин у нас замечен в различных там стремлению, да, где-то там проплыть, где-то пробежать, где-то там на лыжах прокатиться. Там у нас и Зюганов тоже такой тяжеловес политический. Жириновский любит делать заплыв в бассейне с молодыми мальчиками. Вот и наши Олимпийские игры. Вот, может быть, вот с этими чиновниками мы куда-то побежим там или утонем в бассейне. Понимаете, спортсмены, которые готовы участвовать в этой имени России, они наверняка разъедутся. Вот за эти 4 года они все скажут. Потому что вот век спортсмена, он очень короткий. И не будут ждать там 4, там еще 8 лет, еще 20 лет. Никто не будет этого ждать. Сейчас все спортсмены просто разъедутся по другим странам. И вот в результате будут выступать вот эти чиновники. Я думаю, что Валентина Ивановна вполне может достойно выступить капитаном нашей команды, капитаном сборной России, которая будет сражаться с Узбекистаном, Таджикистаном, Северной Кореей.